Кто о вас думает, кто о вас переживает? Я думаю, что в вашей жизни есть хотя бы один человек, который о вас переживает, думает о вас. Как вы, что вы, чтобы с вами всё хорошо было. Давайте для начала, кто меня смотрит, коротко. Коротко, что о вас расскажут, такого интересного. Коротко, колесо удачи вышла карта, колесо удачи, колесо фортуны. Как будто бы сейчас у вас жизнь налаживается, говорят. Не переживайте, всё будет хорошо. Может быть, вы сейчас этого и не замечаете, но, по крайней мере, к этому всё идёт. Жизнь у вас сейчас налаживается. Тут вы в каком-то обществе состоите. Какое-то общество, сообщество, группа какая-то. Несколько человек сидят, и они чем-то связаны. Это могут быть рабочие какие-то отношения, родственные узы, дружеские узы. Может быть, вы чем-то увлекаетесь, у вас есть какие-то интересы, хобби. Несколько человек, среди которых и вы в том числе. Как-то вы связаны. Те или иные отношения. То есть вы однозначно, вы не одна, говорят, в этой жизни. Вы не одна. Даже если вас посещают мысли, что вы одна в этой жизни, одинокая, никому не нужная, никто вас не любит, никто вас не помнит, не знает, никому вы не нужны, то говорят нет. Тут в вашей жизни есть несколько человек, которые вас любят, ценят вас. Что еще о вас расскажут? То, что вы личность неординарная. Вообще вышла карта дьявол. Это очень хорошая карта. Если в положительном ключе, если это как характеристика личности, в положительном ключе, то вы личности неординарная, однозначно нескучная, интересная личность, многогранная. Многогранная. Как дьявол, он знает все в этом мире. Вот так же и вы. У вас как много граней, много интереса, вы много чем интересуетесь, поглощаете какую-то информацию. Потому что дьявол — это тоже информация. Информация — это знание, это наука. Это все связано с дьяволом. То есть как бы считается, что этому покровительствует дьявол. Творчество. Творчество — это тоже проходит по дьяволу. Творчество — это же проявление сексуальности. Это же тоже проходит по дьяволу. Вы сексуальная женщина, однозначно харизматичная, привлекательная. Вы однозначно людей привлекаете. Ну и, конечно, вы этим привлекаете, что люди о вас злословят, перемевают вам кости, однозначно о вас говорят. Потому что из-за своих вот таких характеристик, то, что вы неоднозначная такая личность, харизматичная, интересная. Тут, конечно, у вас большие шансы, что люди могут вас ненавидеть, потому что однозначно таких людей ненавидят. Но и вместе с этим такие люди приковывают взгляды, притягивают взгляды. Однозначно о таких людях всегда говорят. Потому что, ну, они интересные, у них интересная жизнь. О скучных людях никто не говорит. Скучные люди неинтересные, однобокие. Они никому неинтересны. Как она там живет, что там она, что у нее там, как она там, что она там. О таких людях никто не говорит. Никому неинтересно, как она там живет. Про таких даже и не вспоминают. А вот вы, за счет того, что вы харизматичная, интересная, про вас тут и разговаривают. Ну и, конечно, большие шансы, что вас могут люди ненавидеть и как-то даже презирать. Ну, естественно, потому что в большинстве своем, подавляющее большинство людей, это серая масса. Большинство людей, они вот как раз такие однобокие, скучные, неинтересные. Естественно, когда появляется на горизонте личность, да, личность, одним словом скажем, то, конечно, таких людей не любят. То есть, уже, такой человек выделяется, выделяется. он кажется непонятным, странным, да, он кажется высокомерным. Ну, это же тоже, это все объяснимо, это все понятно. Для таких вот незаурядных умишек, харизматичные, интересные люди, они непонятны, потому что они не обладают этими качествами. А если взять такого же, например, как и вы, интересного и харизматичного, то вы найдете много общих интересов, много общих тем. Вы не покажетесь друг другу, как будто бы, ну вот, что вы странные, да. То есть, такой же человек, как и вы, вас воспримет нормально. А те, которые по своему умственному развитию до вас не дотягивают, конечно, вы для них кажетесь непонятной, да, непонятной, странной, однозначно, вот как белая ворона. Итак, ну давайте, кто же о вас переживает? Кто этот человек? Кто этот человек, который о вас переживает? Я пока еще не могу сказать однозначно, кто это, мужчина или женщина. Как человек этот, ну как личность, этот человек, он как-то по жизни в одиночку идет. Все, что он делает, этот человек, как-то сам все делает, все тянет на своем горбу, вот мне что-то, почему-то пришло, вот эту лямку свою тянет. Все, что он добился, этот человек, это он сам добился, ему тут никто не помогал. Все, что он имеет, он сам этого добился, ему никто не помогал. Как-то вот, он больше на себя рассчитывает, этот человек. Единоличник, могу сказать. Всегда делает по-своему, по-своему делает. Хотя он может там жаловаться на жизнь, спрашивать даже мнение, вот, вот что мне делать, как мне посоветую, как мне быть, что мне делать. Но все равно, в итоге, этот человек поступает, так как он сам считает нужным. Все равно, по-своему делает, вот такой человек. Но давайте, а кто же поконкретнее, кто же это, мужчина или женщина? Кто о вас переживает? Говорят, сейчас плохо ему, как в клетке, в заточении. Какие-то обстоятельства у него сейчас происходят. Или этот человек болеет? Прямо даже вот в эту минуту он может находиться в больнице, проходить лечение. В клетке, в клетке, почему в клетке? Сидеть может даже в тюрьме? Не знаю. В заточении, как будто бы, ограничен обстоятельствами. Не знает, как ему быть, что ему делать. Не знает, как ему быть. Как не знает, что с ним дальше будет. Однозначно, жертвует очень много. Или работает тяжело. Работает тяжело. Много человек собой жертвует, своим здоровьем. кто это может быть. Кто это может быть? Покажите. Не знаю, один из вариантов, что это бывший, потому что разлад произошел. бывший о вас переживает. А что ты переживаешь? Чтобы у вас все хорошо было. не знаю. Не знаю. много. Возможно, как бы из-за этого она умерла. Из-за какой-то болезни. Если даже мамы сейчас вашей в живых нету, то показывают, что она вас переживает, чтобы у вас все хорошо было. Больше, конечно, да, тут про бывшего я сомневаюсь. Тут-то бывший вышел. Но я очень сильно сомневаюсь, что он именно переживает о вас. А вот мама здесь вышла, да, что она переживает, чтобы у вас хорошо все было. И она или сейчас болеет, вот показывают, в данную минуту она лежит в больнице. Или когда еще при жизни была, вот последнее, может быть, последнее время она очень много болела. Вот она за вас, мама о вас переживает. Почему она переживает? Почему ты думаешь? Что ты думаешь? Рассказывает, что вы ушли куда-то, покинули какое-то место. Какое-то насиженное место вы покинули. Или из работы вы ушли, уволились. Или вы переехали. Тут прям может быть и глобальный переезд, потому что горы здесь, горы. Горы это всегда граница некая, за границу где-то. Или вы по территории своей страны переехали в другой город, или прям это может быть и международные переезды. Вот она говорит, что покинула место. Или работу, с работы ушла, или ее уволили. Или она переехала. Тут может быть развелась, ушла, ушла из семьи. И что? Ну вот, переживает из-за этого. Да, переживает, думает, чтобы у вас все хорошо было, чтобы у вас все складывалось хорошо. Также рассказывает, что у вас тоже может быть есть на данный момент проблемы у кого-то из вас по здоровью. Или обострения какие-то хронические. Или вы просто, может быть, сейчас заболели. она говорит, что у вас по здоровью есть некие тоже проблемы. Из-за этого переживает, что чтобы вы здоровые были, чтобы у вас все со здоровьем было хорошо. О детях ваших переживает. то есть, если у вас есть дети, внуки, вот она о них переживает, чтобы у них все хорошо было. То есть, даже если там у вас с мамой, если мама жива, да, и у вас не очень хорошие отношения с мамой, то все равно показывают, что в душе она переживает, она о вас думает однозначно. Просто может быть, что тяжелые отношения у вас, она этого не показывает, не умеет показывать любовь. Не знает, не умеет. Да, для кого-то мамы уже нету в живых. Тут подарок ждите, кто-то к вам человек придет, постучит, или посылку принесет, или подарок. Говорят, у вас все хорошо будет. Получение ключей, получение возможностей у вас идет. Счастье на пороге. Шансы новые будете получать. Или по работе, или по поводу жилья. В принципе, по жизни какие-то новые возможности открываются. Возможные заработать, как-то обогатиться. очень хорошая карта. Вот женщина сидит, держит в руках целую связку ключей. Она владелец этого дома. В прямом смысле. Или говорят, что в переносном смысле вы получите какие-то ключи, возможности. А как вы живые этими возможностями воспользуетесь. Да, будет у вас тут ход какой-то открыть. приятное времяпровождение у вас на пороге, говорят. Что вам не стоит переживать. Работать придется, не покладая рук. Вот у вас на пороге много работы. Если вы работаете, смотрите, кто меня сейчас смотрит. Я знаю, что меня смотрят какие-то урологи и разного рода специалисты, которые работают сами на себя, консультируют, принимают людей. То у вас сейчас на пороге идет будет горячая пора. Много придется работать. Много заказов будет у вас. Да, будете плоды получать. Плоды. Люди к вам будут приходить. Тут еще знаете, какой совет? Кто работает сам на себя, с людьми работает, с клиентами. Тут для вас совет поднимать стоимость своих услуг, своих товаров. Нужно обязательно. ценить больше себя. Из-за этого у вас могут быть также проблемы. И проблемы по здоровью, когда вы недоплачиваете сами себе. Или ходите на работу, там, где низкая зарплата. Вы таким образом недоплачиваете себе. И тогда жизнь бьет вас по рукам. здоровье страдает. В жизни проблемы возникают. То есть вам сразу мир зеркалит, что вот ты не любишь себя, ты не любишь себя, недоплачиваешь себе. Поэтому, а тем более, если вы работаете с людьми, с клиентами, то обязательно тоже нужно поднимать периодически стоимость своих услуг. Потому что, если вы мало берете, вы мало берете, а вы лично предоставляете услуги, да, делитесь своими знаниями, и вы за это мало берете, то тоже у вас могут возникать по жизни проблемы, и в целом по здоровью. То есть вам будут зеркалить, что вот посмотри, ты себя не ценишь, недооцениваешь, недоплачиваешь себе. Вот такой для вас расклад. Я на этом заканчиваю. До новых встреч на новых раскладах. Всем пока.